Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я предлагаю вам вместе со мной приготовить домашний балык. Это замечательное блюдо, которое легко готовится. На самом деле не требует каких-то особенных знаний и усилий. Готовится просто, быстро. А результат не просто вас удивит, а очень сильно порадует. Итак, для приготовления вкусного балыка мне понадобится свиная вырезка. У меня свиной биток. Здесь его 1,5 килограмма. Можно оставить в таком виде, как есть, но зачастую я вот эту вот часть срезаю и убираю. Потому что я люблю, чтобы оставался чистый балычок. Также вот жир, который с обратной стороны битка, я тоже стараюсь максимально удалить. Кусок мяса отправляем в таз. Теперь нам понадобится соль поваренная, из расчёта 2 столовые ложки соли на килограмм мяса. Соответственно, у меня здесь после обрезки я взвесила. Осталось килограмм и 320 грамм. Я взяла немножко больше соли. То есть здесь 2 столовые ложки и 3 четверти столовой ложки. Также нам понадобится нитритная соль для сохранения красивого розового цвета, а также для лучшего срабатывания соли в качестве консерванта для мяса. Здесь, опять-таки, из расчёта на 1 килограмм используется 1 столовая ложка нитритной соли. У меня здесь немножко больше, соответственно, из-за того, что больше кусочек мяса. И теперь вот этой вот смесью солей тщательно со всех сторон мы мяско натираем. Соль нужно втереть. Вот всю-всюсть, которая есть, необходимо в это мяско втереть. Такое оно должно быть прям, как в шубке солёной. Со всех-всех сторон, частей, вот так вот тщательно его прям аж выжмякиваем туда. Соль. Вот. Далее мяско перекладываем на плёнку. Всю соль, которая вот у вас там обсыпалась в процессе или ещё как-то, вот так вот сверху укладываем. Сюда же. И теперь мяско тщательно укутываем в плёнку. Уматываем в несколько слоёв плёнки, чтобы мяско вот так вот было полностью-полностью умотано плёнкой. Без особого доступа воздуха к нему. Вот в таком вот виде, в такой шубке, мы отправляем мясо в холодильник на 7 дней. Это очень важно для того, чтобы мясо просолилось. Произошёл процесс так называемой консервации с помощью соли и нитритной соли. И оно вот такое вот станет плотное, красивое. Сейчас мы его отправляем в холодильник. При необходимости можете промаркировать себе, там наклеить стикер любой или ещё каким-либо образом, как вам удобно. Балычок провёл 7 дней в холодильнике. Снимаем плёнку. Обсушиваем мяско немного бумажным полотенечками, так, чтобы удалить лишнюю влагу. Теперь мяско нужно натереть приправами. У меня приправа к мясу без добавления соли. А вы регулируйте любые приправы, которые вам нравятся. И вот так вот хорошенько-хорошенько. Натираем. Вот так мяско натерто специями у меня со всех сторон. Теперь наше мяско необходимо приготовить при температуре 80 градусов в течение 4 часов. Я это буду делать в аэрогриле. У меня вот такая вот глубокая чаша. Готовить это мяско можно в духовке, будь то электро, будь то газовой, или в любом другом агрегате, в котором вы можете выставить температуру 80 градусов. Балайк провел у меня в аэрогриле 4 часа при температуре 80 градусов. Вот такой вот он упругий, замечательный. На виду очень аппетитный. Сейчас я разрежу и вам покажу, как он выглядит внутрь. Вот такой вот сочный, замечательный, очень вкусный балык получается по этому рецепту. Его теперь нужно охладить до полного остывания. И можно делать бутерброды, можно делать абсолютно любые нарезки с ним. Это очень вкусно, ароматно, нежно. И, что самое главное, натурально. Если вам понравилось, друзья, и было полезно моё видео, ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на мой канал Удачный рецепт с Еленой. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok